МВД информирует жителей региона о новом виде мошенничества. Так, на начальном этапе они пытаются войти в доверие собеседников и якобы показывают свое желание помочь в той или иной ситуации. Вопросы, с которыми преступники обращаются, зачастую не требуют отлагательств. Решение необходимо принять быстро, без возможности подумать. В этом случае на руку мошенникам часто играют эмоции будущих жертв. Как правило, это волнение и тревога за родных, попавших в беду. Однако здесь аферисты для себя четко понимают, что если потерпевший отправится к банкомату, оплата и его шоковое состояние за это время может снизиться. Чтобы не допустить этого, мошенники в кратчайшие сроки направляют на адрес своей жертвы курьера. Посредник призван передать средства нужным людям, а гражданину даже не придется выходить из дома. Два подобных случая стражи правопорядка зарегистрировали в республиканском центре. Для получения денег в обоих случаях мошенники действовали через посредников, так называемых курьеров. Так в полицию обратился 84-летний местный житель. Пенсионер сообщил, что неизвестные звонили ему с двух мобильных номеров и предлагали освободить от уголовной ответственности его родственницу, которая якобы виновна в ДТП. Поддавшись на уговоры, мужчина передал аферистам 265 тысяч рублей. О другом подобном случае в городской отдел полиции сообщил 77-летний житель республиканского центра. Ему позвонили на домашний телефон и сообщили, что виновницей ДТП стала его внучка. Чтобы освободить ее от уголовной ответственности, с мужчиной потребовали 850 тысяч рублей. В настоящее время по обоим фактам полиции Маякопа возбуждены уголовные дела, проводятся оперативные и розыскные мероприятия. 12 августа в дневное время на пятом километре автомобильной дороги южный подъезд к городу Краснодару вблизи поселка Яблановского Тахтамукайского района произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, 45-летний житель Краснодарского края, управляя рейсовым пассажирским автобусом, сообщением «Черноморский Краснодар» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате ДТП 63-летняя жительница Тахтамукайского района от полученных травм скончалась на месте. В автобусе на момент аварии находилось около десятка пассажиров, среди них никто не пострадал. Сотрудниками полиции района по факту ДТП сейчас устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершению аварии.